Февраль 1932 года, Женевская конференция по разоружению. Ну вообще, еще перед Первой мировой войной все это проходили конференции по разоружению. Россия, кстати, все время выступала инициаторам, потому что Россия была самая слабая промышленность, у нее вооружения не было. Поэтому Россия все время хотела, чтобы разоружились, но в общем-то многие поддерживали и хотели Первую мировую войну предотвратить. С другой стороны, Англия тоже, допустим, уже все самое лучшее в мире захватила и не хотела, чтобы дальше была гонка вооружений, чтобы, зачем гонка вооружений, у Англии что-ли что-нибудь захватить, чтобы можно уже и разоружиться. Ну в общем, перед Первой мировой это провалилось. Версальский договор предполагал одностороннее разоружение Германии, чем Германия была очень недовольна. США выступала за разоружение и поддерживала пакт Бриана. США вообще против любой войны к таковой выступали, потому что они торговцы. Значит, США, собственно, выступила инициативой заключения пакта Бриана всеми странами, то есть запрещена была в международном праве агрессивная война. Правда, когда надо было, японцы это оформляли как какие-нибудь там марионеточное государство. Да, и Россия тоже. Ну вот, значит, США, короче, считало, что да, недостаточно заключить международный договор, который запретит войну, надо разоружить. Поэтому по инициативе США, и это было поддержано во многом СССР, которая тоже была за разоружение. Вот складывался определенный союз между СССР и США, довольно сильный. В начале 30-х, во-первых, США же полностью осуществлял индустриализацию, по сути, правда, за большие деньги, нанимали американских специалистов. Но индустриализация СССР, это США в основном. Это все американские инженеры, по их проектам построено. И СССР и США совместно выступили на международной арене за полное разоружение, организовали вот эту конференцию в Женеве. СССР и США также выступали практически единственной против японской агрессии в Китае, которую все сдавали. Сдавали всякие Китай и Япония, а вот США и СССР против были. Ну, в общем, втянули все-таки всю Лигу наций. 2 февраля 1932 года первое заседание Женевской конференции по разоружению прошло. 63 государства, причем 9 даже не входили в Лигу наций. Допустим, СССР и США в Лигу наций тогда не входили. Но практически США манипулировали, конечно, Лигой наций. А СССР все-таки пригласили, потом ее включат в Лигу наций. Ну вот, значит, 2 февраля Рузвельт сказал, что конференцию собрали, ну, точнее, Рузвельта не было, послание Рузвельта зачитали, что конференцию собрали, чтобы полностью отказаться от использования и владения оружием, которое сделает возможным успешную военную атаку. То есть суть была в том, чтобы запретить вообще все наступательные вооружения. Но, видимо, имелось в виду все-таки танки и самолеты. То есть можно было оборонительные вооружения, такой был план. Допустим, пехоту там, всякие винтовки там и так далее. А наступательные запретить. 18 февраля СССР там выступил, на этой Женевской конференции, предложил всеобщее, полное и немедленное разоружение. СССР вообще предложил вообще все армии распустить, короче, иметь только пограничную охрану там небольшую, а армии вообще распустить и вообще все вооружение запретить и немедленно. Ну, такое радикальное, конечно, предложение было сразу отклонено. Ну, СССР такое предлагало отчасти из коммунистической демагогии, чтобы что-то там, так сказать, выявнуться, чтобы заметили, что у СССР такая суперрадикальная позиция. Отчасти от того, что вооружений у СССР и не было. Поэтому такой вариант устраивал СССР, что вообще никаких армий не будет. А СССР тогда будет действовать коммунистической пропагандой, естественно. То, что они и хотели. Что армии не надо, а вот мы будем устраивать коммунистические восстания, там везде революцию устраивать и так далее. Но, между прочим, это предполагало, да, что страны не смогут подавить, допустим, восстания, устроенные коммунистами, потому что армии нет. Как вот, допустим, в Сальвадоре только что подавила армия. Ну, в общем, это все, да. СССР в это время лихорадочно строит заводы, которые легко конвертируемы в военные. То есть, с одной стороны, в феврале 32-го года СССР вообще предлагает все армии распустить, а с другой стороны строит заводы, которые именно помогут создать современную армию в течение 30-х годов. Со своей стороны Германия явилась на эту конференцию, чтобы жаловаться. Они параллельно уже добились фактически, что они не платили репарации уже давно, и вообще эту тему с репарацией не замяли, с кризисом, типа Германия платить не может. А на конференцию они явились с Германией, чтобы сняли все ограничения по Версальскому договору. В общем, конференция по разоружению о Германии только и рассказывала, чтобы ей разрешили вооружаться. Значит, Германия требовала, чтобы было военное равенство, что если будет разоружение, или вообще будут обсуждаться эти вопросы, вооружение, разоружение, должно быть обеспечено военное равенство между Германией и Францией. Все остальное ее не интересует. Представители Германии только вот про это и говорили. То есть СССР двигала коммунистические проекты распуска всех армий, а Германия долбила в одну точку, что нужно отменить Версальский договор в части ограничения разоружения Германии. Франция тогда потребовала, чтобы если будет она уравнена с Германией в вооружении, тогда Великобритания и США должны гарантии Франции дать, что немцы на них не нападут. Франция считала единственной гарантией, что Германия не нападет, это то, что там будут запрещены все наступательные вооружения в Германии, как это было в Версальском договоре. Дело в том, что Франция оттяпала лизаться в лотаринге, а также и длительно оккупировала Рорский бассейн и так далее. И Франция ожидала, что Германия при первой возможности нападет, и как Германия напала. Ну и вот, значит, 10 месяцев шли переговоры, в основном из-за скандала, связанного с Германией. А также не могли выяснить, что такое наступательное или оборонительное оружие. То есть вот США как бы задала цель, что надо наступательное оружие запретить. А в чем оно заключается, какое наступательное, какое нет, так и не договорились. В общем, это длилось, это было такое шоу весь 1932-1933 год. Тем временем в Германии пришли к власти фашисты, и Гитлер в октябре 1933 года вышел из этой женевской конференции, сказал, что это говорильня. Требований по восстановлению вооружения Германии они что-то там не слушают, короче. И из Лиги наций Гитлер тоже вышел, и Гитлер в одностороннем порядке просто ликвидировал Версальский договор и начал вооружаться, как все знают. Но в целом это все закончилось, после этого раз Германия вышла, СССР, там двигала телеги всякие экстремистские, короче. Это все привело к полному провалу конференции, и в общем выяснилось, что Лига наций не способна решать международные проблемы, не способна в частности остановить войну. Все, после провала Женевской конференции пошла гонка вооружений с 34-го года у всех стран. У СССР, у Германии, у всех явная подготовка уже все ко Второй мировой. В принципе, Женевская конференция, последняя попытка США остановить войну. США не были заинтересованы. США по итогам Второй мировой выиграли больше всех, но они не были заинтересованы Второй мировой, потому что это торговая нация, им не нужна на самом деле была война. В Финляндии происходит мятеж ультраправых. Значит, в Финляндии тоже на фоне Великой депрессии активизировались марксисты. Дело в том, что там была официальная социал-демократическая партия, а Компартия была запрещена, потому что гражданская война была с Компартией. Компартия в подполье, но есть официальная марксистская социал-демократическая партия. В Финляндии были фашисты, которые тогда сформировали движение Лапуа. Они выступали за антикоммунизм, национализм и за установление диктатуры по образцу Муссолини. То есть это были откровенные фашисты. Фашисты тоже активизировались, короче, и левые активизировались, и правые, потому что кризис. Фашисты в Финляндии были довольно массовые, 70 тысяч человек создали. Фашисты требовали вообще запрета марксизма как идеологии. То есть хоть там социал-демократы, любой левой идеологии полностью запретить. Установить фашистскую диктатуру, как у Муссолини. И они, в общем-то, имели связи существенные в армии, там у них были молодежные движения, женские движения и так далее. Как и фашисты всей Европы, они были вообще за прямое действие. То есть пойти, побить морду этим коммунистам и вообще устроить путь фашистский. Короче, они, так сказать, законом себя не ограничивали. Они считали, что нужно ликвидировать красную опасность всеми силами, хоть законом, хоть нет. Но именно так себя вели фашисты и в Италии, и в Германии, и в Финляндии тоже. Они, в общем, ориентировались на свои фашистские образцы, итальянские, прежде всего. В ноябре 1930 года в Финляндии приняли закон о защите республики, который, в принципе, ограничивал, вот запретил, в принципе, Компартию и ограничивал организации, которые так или иначе с Компартией были связаны. В закон о защите республики было принято, что боялись, что будет коммунистическое восстание. Ну вот, кризис же идет, да, что много недовольных из-за кризиса, и коммунисты воспользуются, и восстание устроят. Но вот этот закон, в общем-то, по сути, фашисты его продавили и добивались его жесткого соблюдения, то есть требовали, чтобы жестко, чтобы все марксисты под него подходили. Даже там эти легальные, даже социал-демократы и так далее. Фашисты разжигали, что, по сути, демократическое правительство Финляндии работает на коммунистов и считали вообще всех красными, кто не фашист. Это, в общем, типичная такая пропаганда агрессивная, то есть все, кто, короче, не фашисты, все коммунисты. Но на самом деле в правительстве сидели такие умеренные либералы, которые, в общем-то, тоже коммунистов не любили, но считали, что с ними надо в рамках закона поступать, и, кроме того, были легальные социал-демократы, против которых либералы в правительстве ничего не имели. Либералы были довольно тоже правые. Вот в связи с этим эти правые либералы из правительства, они ничего против фашистов не делали, так как, в общем-то, тоже им сочувствовали. Фашисты требовали, чтобы все расправились над всеми марксистами. 27 февраля 1932 года социал-демократы, в общем-то, депутат парламента, там, Мико Эрих, организовал собрание просто социал-демократов в городе Мянцяля. В результате, значит, туда явились фашисты, устроили там баррикадные бои всяческие, в общем, физически хотели уничтожить там всех собравшихся социал-демократов. Фашисты призвали, чтобы все с оружием этот город Мянцяля явились, и всех там перебили красных. 28 февраля руководство этим всем мятежом взял Артуре Воримаа, лейтенант, написал декларацию на президенту Свинху Вуду, написал декларацию, где заявил, мы, законопослушные патриоты, поднялись не против государственной власти, а против красного марксизма, ради победы над которым мы уже пролили много крови. Там сплошь и рядом были ветераны гражданской войны против коммунистов конца десятых годов. Если правительство продолжает попустительствовать проклятой марксистской социал-демократии, ведет к гибели страну, и народ, мы не можем этого позволить. То есть они социал-демократов никак не отличали от коммунистов. Но потом писал, мы не отступим в борьбе с марксизмом и все такое. Фактически, вот помимо того, что они побоище устроили социал-демократов в Мянцяле, они сосредоточили там свои силы, сконцентрировали 5000 боевиков, ну и по сути, в общем, начал саммитеж, они контролировали город, привлекали крестьян на свою сторону, дескать, коммунисты хотят вас раскулачить. И дело шло, в общем, к тому, что, да, похоже, они захватят власть и будет переворот государственный. Ну, по крайней мере, вот один город они захватили и собирали там войска фашистов. Тогда, короче, вот этот закон о защите республики, который приняли, в общем-то, против коммунистов, привели против фашистов. То есть установили эти правые либералы, консерваторы, установили в стране диктатуру против фашистов. И потребовали, чтобы они все это дело распустили. Пошли некоторое время переговоры, потому что, ну, против консерваторов из правительства, в общем-то, эти фашисты ничего не имели. Да и были у них связи там, в общем-то, ну, с армией и так далее. Армия тоже особенно не хотела, в общем, что-то подавлять. Однако главнокомандующий выступал за то, что раз они там против войск собрались, если то надо подавлять. Маннергейм в это время был председатель Госкомитета обороны, и он, наоборот, симпатизировал фашистам. Короче, само руководство Финляндии и какой-то единой политики не выработало, и поэтому вело переговоры. Тем не менее, 2 марта президент Свинховуд выступил по радио и заявил следующее. «Всю жизнь я боролся за торжество права и справедливости и не могу допустить попрания закона и вооруженной междоусобицы». В общем, речь Свинховуда убедила консерваторов, убедила страну в том, что тут вопрос не в коммунизме, а в соблюдении правопорядка. То есть, что правительство не за коммунистов, оно за то, чтобы соблюдался закон. Вот так вот объяснил президент. И эти фашисты, которые там собрались, они закон нарушают. Поэтому нужно ликвидировать их мятеж любыми силами. Но ему удалось убедить, в общем-то, основную часть тех, кто колебались. И поэтому, в общем-то, удалось без существенного кровопролития эти все фашисты начали сдаваться. 4 марта началась сдача. Периодически переговоры продолжались. К 6 марта путем переговоров удалось распустить все это восстание, а руководство арестовали. После этого был суд 16 июля 1932 года над этими мятежниками. 52 мятежника приговорили к реальным срокам лишения свободы, хотя к небольшим, 32 к условным. Хотя, на самом деле, там в этом мятеже 5000 человек участвовало. В общем, руководство дали тюремные сроки за то, что они вот это все устроили. Но небольшие. В целом, все равно, в правительстве было много симпатизирующих фашистам, и они серьезно не хотели с ними отношения портить. Тем не менее, это напоминает так называемый пивной путь в Баварии, тем не менее, был ультраправый путь, который провалился в Финляндии. Поэтому правительство, вот это консервативное все-таки, но оно удержало страну. То есть фашисты к власти в Финляндии в 1932 году все-таки не пришли. Распустили их движение Лапола, но в 1933 году они создадут другое фашистское движение, патриотическое народное движение. Фашисты в Финляндии останутся, и об этом еще расскажу. Финляндия будет за Гитлера, естественно, воевать в Вторую мировую, и там будут массовые, ультраправые организации будут. Тем не менее, вот опасность именно переворота, переворота были в Аргентине, был фашистский переворот, мог быть фашистский переворот в Финляндии. Опасность переворота власти Финляндии устранили. В Китае продолжается война с Японией. Значит, генерал Ма Джаньшань, который единственный сопротивлялся в 1931 году в Манчжурии, он вообще-то бои продолжил. Весь 1931 год он с японцами провоевал, стал героем всей страны, учитывая особенно, что Гоминдан не вмешивался. Он потерпел поражение под Цицикаром, как я уже рассказывал, отступил в Хайлунь, и, в общем-то, контролировал еще Харбин и провинцию Хайлудзян. То есть, на самом деле, полностью Манчжурию японцы не контролировали на тот момент. Там продолжалось сопротивление генералов китайских. Тем не менее, часть китайских генералов перешла уже на сторону японцев, такой, как Си Ця был. Был еще генерал Дин Чао Гоминдановский и вот этот Ма Джаньшань. Короче, ну там вот все 20-е же правили генералы, вот теперь часть генералов за японцев пошла, а часть там свою линию гнула. По сути, так как Гоминдан никак им не помогал и не поддерживал, эти были фактически тоже, короче, сепаратисты, только китайские. Но, тем не менее, китайцы-то преобладали в Манчжурии, и они оказывали помощь этим вот войскам, считали, что это вот наши, а это вот японцы. Значит, японцы пытались Ма Джаньшань на свою сторону перевести, предлагали им всякие посты. Японцы сформировали собственное правительство на юге, в Гирине, манчжурское, и готовили уже приезд к Пуи. Однако вот на тот момент они еще не контролировали Манчжурию, и провозгласить там Манчжоуго они не могли. Манчжоуго провозгласят в марте 32-го года. Хотя Япония давно уже контролирует Манчжурию. Почему так? Потому что не всю Манчжурию контролировал. Вот в Харбине еще сидели китайцы. Ну, они сидели, вели переговоры с этими японцами, выторговывали там, что там это дадут японцы за предательство Родины и так далее. Джан Суэлян там все еще оставался, бывший лидер Манчжурии, гоминьдановский. Ну, так или иначе, значит, переговоры эти неудачными были, поэтому японцы сами даже не стали, они перебросили этого генерала Сиця, китайского, но прояпонского. Короче, японцы сначала двинули на Харбин своих марионеток. Тогда, значит, все там в Харбине мобилизовался гоминьдан, ура там, оборона, защитил Родину и все такое. И этого Сиця они, между прочим, разбили там, гоминьдана в Харбине и выяснилось, что все-таки Харбина не контролируют и могут, в принципе, начать наступление. Японцы как раз в это время втянулись в шанхайские бои и как раз в это время февраль разгорать их шанхайские бои, о которых я уже рассказывал. Поэтому у них серьезных сил не было. Они те силы, которые у них отдыхали. Вот они из Шанхая выводили на отдых, ну и там потихоньку они к Пекину продвигались, то есть из Пекинского фронта на отдых. Вот вторую пехотную дивизию, которая считалась, что она, значит, на отдыхе, они при 30-ти градусном морозе 28-го января двинули на Харбин. То есть сняли фактически тыловую, короче, дивизию и двинули все-таки японскую дивизию на Харбин. 4-го февраля это 2-я пехотная дивизия окружила Харбин и начала битву за город. В 17 часов продолжалась битва за город. Ну, японцы подтянули артиллерию и бомбардировщики, и самолеты бомбили Харбин, стреляли артиллерии. Ничего этого у Гоминдана не было. Поэтому Гоминдан был разбит в течение 17 часов и начал отступать. Маджан Шаню, основному, короче, лидеру Гоминдана, предложили миллион долларов США и возглавить, что Маджан Шань, который против японцев воевал, он возглавит армию Манчжоу-Го. Вот японцы ему сказали, что, разбив под Харбином, взяв Харбин, они самому главному Гоминданасу сказали, что мы тебя возьмем, короче, главнокомандующим армией и сейчас будет государство Манчжоу-Го, приедет ваш, в принципе, император этот Пуи бывший, ваш же китайский. Чего ты тут воюешь? Поставим вашего китайского императора, а ты будешь командовать армией, вот будет государство Манчжоу-Го. Все равно тебя разбили, что это? И 14 февраля Маджан Шань согласился, его назначили губернатором Хайлунзиане. 27 февраля последний китайский отряд в Манчжурии прекратил сопротивление, вот именно после этого только японцы привезли императора Пуи, провозгласили Манчжоу-Го, о чем я уже в клипе за март 32-го года буду рассказывать. А этого самого героя борьбы за свободу Манчжоу-Го его сделали министром обороны Манчжоу-Го. Короче, получилось, что он героически сражался не за Китай, а за то, чтобы стать министром в Манчжоу-Го. Вот такие вот традиционные, между прочим, китайские дела с постоянным предательством различных генералов, раз 5-7 некоторые переходили с одной стороны на другую, в частности, вот Маджан Шань с Гаминдана перешел на японскую сторону. Хотя ранее он и командовал всем сопротивлением Гаминдана в Манчжурии.